Сегодня у нас 14 апреля 2018 года. Это парговый дом Республики называется. Возле космонавтов 6. Пришли Инатий Ильич, Сергей Крупков и сестры приехали из Кемерово. Только прыгать, а дальше разбиться. Вот тут и будет осенняя вишня. Весенняя, весенняя. Господи, благослови, чтобы выйти отсюда. Ой, ой, ой. Видите, почему? Она курена. Это она даже. Кто-то придет. Смотрите. Рога такие или копыта? Нет, это два животных без головы. Но еще это получится. По-моему, это совсем не бывает. А вон женщина, вон. А? Вон, а там спроси. Ну спроси. Скажи, тут развиваться обязательно надо? Да, конечно. Сестры спросите. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Все пришли, все кто. Христос воскресе. Христос воскресе. Зависит. 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 А чтоб не бывает пожара. Все вране, все работает. На днях проводили специально всю экспертизу всего. Огнетушители новые. Планы все есть. Спасательные, эта штука все работает. Пожарное место на четвертой этаже дверь закрыта. Только вниз, брат. Только вниз. А, вверх. А если ты начнешь сверху прыгать? Еще. Детям до 14, пенсионерам вход свободный. А у нас на 50 рублей. Подписаны замки, парнишки. Три еще. Я там подписал, просто как. Хорошо. Можно по стенке. Так, вы заплатите что-то надо? Ничего не надо. Вы так. Вон, фотографии начинаются уже. Филиппы, тексты. Так. Так. Почему? Я думаю, что это уже конца месяца. Да. Сейчас я точно прошу. Да. Вы завтра уже работаете? Да, завтра уже работаю. Сотовый телефон. В месяц. Вот начинается здесь. А по телевизору, ну и другие тоже есть. В понедельник можно, чтобы не ехать. Два дня. А завтра работаете? В сентябре. В понедельник. В понедельник. Да. Все уже записал. Вообще до 13 марта. В месяц. Работает со среды. В полуэскорежье. Часто, в плоти. В понедельник, в плоти, в плоти. Спасибо. 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 А чуть подальше отойти надо. Или сбоку чуть-чуть. Чтобы он ушел бы. Ну да. А это Анхил? Да. Они где-то тут. Они где-то. В городе он? Приехали от нас с Павла Ходоровича. Он убивал там, а там стоп стоит. Он на стоп по волону говорит, я себе сувенир. Да есть тут фотография же. Я же снимал. Он придет, Павлович. А вот эта фотография, когда в Америке, батюшка, был мистер. Так вот на механизме глаза взяли. Ну я, 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 я ничего не вижу. Ну нормально. Так а у них другие глаза в Америке. Он влезет туда и поставит. А у нас такое дело на занятие пришел. А что за люди у нас? Вектор был, да? Ну да, право, вектор. И заторечен. И вы не видите. Ну привет. Здорово. 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 Председатель. Спасибо. Подписать. А в этот какой-то4 founded workspace. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok А выставка — это просто дополнение, но такое новое. Все наоборот. Все наоборот, да. Я долго тоже немного к этому привыкну. Я говорю, ну как это? Получается презентация с фотоальбомом, а фото-выставка — это дополнение к презентации. Ну, потом кое-как уговорился, да и решил, надо скорее представлять, потому что неизвестно, что такие впереди нас ждут дела. Есть здесь фотография, которая особенно дорога? Я понимаю, что из пяти кисти выбрать еще сложнее, а все. Ну, это, скорее всего, все тут первые снимки, первые работы. Черно-белые? Черно-белые, да. Ну, здесь они сделаны на таком монохроме, совсем черно-белые. Ну, есть вот два, пять, первые вот четыре работы, вот две девчонки, да. В лагере, где молодцы, берут обедами в войну. И вот он, как бы, в нем, который снимет и все. И из-за обеда, и как-то не живут, и как-то так вы можете увидеть. И из-за обеда, и как-то так вы можете увидеть. Александр Павлович, покажите меня на шесть, и там мне где-то обнимите. Ваши картины, я бы дал... Сейчас мы открытие сделаем, и тогда уже это самое. Ваша будет лекция. Еще нет. Ну, хорошо. Вы можете сюда немножко выразить. Да, я пишу, что вот так, поговорю с вами. Мы с вами очень-очень добрые здесь. Как поживаете, вот скажите? А мы не поживаем, мы живем полную жизнь. Живете? Как вы теряете? Помимо свободы, все как надо. И так, как всегда, смогут быть у вас. Что изменилось? Что-то лучше стало в будущем? У нас мера-то другая. И то, что мы скажем, может вам и показывать не так. А вы скажете? Мы все время испытываем любовь Божия. А Господь говорит, кого любит, а Он наказывает. И поэтому то, от чего люди плачут и рыдают, и в эстерию попадают, мы стоим и молимся и благодарим Бога. Поэтому наш ответ, он не удовлетворит людей. А людей прирастает? Не прирастает. Нет, не прирастает. Но наша деревня будет расти. Потому что везде люди только об этом думают. Но обнищание сложно. Надо своими силами построиться. Но я бы все сказал сейчас, если он соберется сейчас. А вы еще повторите потом. Ну, не знаю. Удобно ли это будет. А почему не удобно? Я каждую картину буду объяснять. Я там буду это встраплять, говорить. Давайте как-то... Хорошо. Спасибо. Для меня это очень важно. Господи, я вам подарю. Это наше любимое. Вот видите, на визитку у вас есть? Это с меня не сдавал. Это Сергей Павлович сдавал. Нету денег. Нету денег. Нету денег. Я не шаги, я божжа. Мне не давали работать. Нету денег. Я в карту жил. Ну, а, потому что дома держатели-то ваши потеряются, а они там живут? Да, там коровы, волцы, там земля, у фермера там 300 гектаров. А школа? И школа есть. А в школе там еще, я не знаю, один и прочее. Подрослых все университеты кончают и куда-то это движается. Не возвращаются? Ну, возвращения нет. Ее сосматривали, как она гордется. А мы что? А она вот закончила медицинский университет, утащили. А мальчики, девочек почему приезжали? Ну, вот мальчика как. Она вышла замуж. Мы дорога, это была большая миссионерская поездка. Мы проехали до Владивостока. Я везде дарил свои 38 книг, которые меня очень скучали. И познакомились там наши православные знакомые. И она приехала из Франции. Камеру дайте мне. Камеру дайте мне. Камеру дайте мне. Камеру дайте мне. Ну, на. Отдай ему тут. Ага. Приехала? Ну, и она его туда же. А, и мальчика увезла? Увезла. Уже не просто мальчик, он очень держит. Так, и она ее. Посмотри, она не застрелилась. Ну, и вот так. Как пребывать можно, если бывает. Но, с другой стороны, это положение. Как-то выступал. Я слышал выступление здесь. Как? Александр Богданович. Наша молодежь отъезжает. Ну, в общем-то, они остаются везде. Поэтому, наши специалисты работают на то же самое государство. Он как ответил, мне очень понравилось. Я повторяю его право. Они никуда не вышли. Даже если другой запретил, она ничего не значит. Он не перед Богом. А перед Богом, это значит, все должно быть по совести. Не мили грамма мжи. Да. И на полномочи там. Ну, а сколько я хотела? Ну, где она? Она нас где-то тут. Да, вот сейчас. Так, ну. Где-то здесь вот была. Потеряется. Где она? Вон, вон крайний угол. Вон, 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 вон. Вон, вон, вон. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Ну, вот она приехала и принесла мужа сюда. А она потеряла его. Была лишь к его. Ну, и она столько переделала. Их распылащили. Там страшно сказать. Они тягивают, как леса подкрыли, все уходит. И тоже, не знаю, у нас гнила. Я просто с той стороны пытаюсь посмотреть. Он не говорит. Ну, по моему разумению. Президент делает абсолютно правильно. Представьте, я у него с секретом совещали. Просто вообразите такое. Руководители мира. Вы знаете, что? Есть институт управления миром. Председатель законодательного собрания в Балтайском крае Иван Иванович Луан. Он ездил по Теряевку. Он кончил конца два университета. Заканчивал второй. Я говорю, а можно без этого? За очередь нельзя. Я говорю, вы можете руководить большим регионом? Да. А можете в Таиланде? Я говорю, есть институт управления миром. Мостом. Я с их стороны пытаюсь зайти. Но это самые отвратительные люди, как считают. Они вот это чипирование делают. Шесть миллиардов. Столкнулись с земли. Один золотой миллиард. Все в интернете рассказывают. А я захожу как христианин. Я один из них. Я среди их собрания был. Игорь. Вообразите так. И дальше я смотрю, как будет. Они говорят, вы верите, что Гиблия от Бога? Я говорю, да. Ну, допустим, не я говорю, а, говорит, щупайся где-то. Он смотрящий за Россию. Главное, ты не понимаешь, это щупайся. Кто-то не знает. Это не знай. Это не знай. Ну и. Моя с земля Божия. Псаловый перец. Давид 3000 лет сказал. А почему вы берете... Вот столько взяли, захватил, там, ну, прошел Хабаров, там, Дежнёк. И что? Земля пустует. Посмотрите, как перрасами вырубает горы. Землю засыпает. Китай сижу. По совести? Все отвечают. Не по совести. Не по совести, значит, как по совести? Делиться надо. Раньше рисовали. Стоит крестьянин, на одной ноге, а второй негде поставить. Три пора, когда была. Отмечился. Давайте с этой стороны зайдем. Я с их стороны. Меня приглашают на собрания. Там, коллоками, конгрессами. Я отвечаю как христианин. Ну, так же никто не отвечает. Я отвечаю. Вот и мусульманин. Я с ними с мулами сижу в Санкт-Петербурге. Седы. Умные люди. Вот там-то бахабиты где-то. Я пишу президенту Путину. Поставить разрешение мне через турецкую родину пройти. К ИГИЛу. Который бомбятся сейчас. Самый центр вот этой бомбежки туда. Я прощаюсь со всеми. Уже все назначил. И получил приступу благодарности. Но пока я говорю. Ну, а что за программа? Я никому не могу сказать. А у них нельзя проповедовать. Я все знаю. Мы сделали материалы по нарадскому языку. Получили как бы оттуда уже разрешение. Я, конечно, уже не знаю. Конкретно. На что мы везли? Конечно, главная цель. Чтобы все стали живы. Главная цель. Чтобы остались дети живы. Чтобы в России не было этих взрывов. И чтобы там молодежь совсем не растекает. Собрали вот место. И теперь убивают. Там тоже артисты из России убегают. Какая генерала. Варвара-то. Студент. Вот с этой стороны зайти. Все, Саша. Ну что, давайте. Ну давай. Сейчас открытие. Давай. Сделаем. Начни оттуда объявить. Сейчас, Вадик, выйдем. Вадик, Вадик. Все. Так. На открытии наших выставок. Значит, из белых фотографий. Железная рука. Не, ну мы сейчас просто. Да, сейчас. Вот. Давайте. Подтягивайтесь, пожалуйста. О. Поверите нам все-то. Знаете. Даже как программа. Вот. Мне надо, чтобы прошли по фотографии. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы сначала откроем, а потом сразу пойдем. Здравствуйте. 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 Если кто забыл, меня зовут Вадим Климов. Я комиссар этой галереи, в которой мы сегодня, в апреле, открываем несколько выставок. Находимся мы с вами в зале отдельном, где о выставке я расскажу подробнее. А начнем, как обычно, с маленькой презентации всего. О, даже не с этого. Так как я позавчера только прилетел из культурной столицы нашей родины города, Санкт-Петербурга, и меня долго не было, то здесь распространились слухи, что это последняя выставка в галерее Республика Изот. Ничего подобного. Следующая майская выставка будет. Там будут прекрасные, замечательные авторы, и будет сюрприз. Я привез работы известной художницы из Санкт-Петербурга Евгению, которая есть одна из самых потрясающих галерей. Галерея «Дверь» на Пушкинской 10. Так что у нас будет резидент арт-центра Пушкинская 10. Это один из главных центров современного искусства в стране. Ну и будут несколько выставок местных художников. Там будет Алексей Чеканов, будут еще другие авторы. Так что мы в мае ударим по авангарду, как обычно. Ну а теперь о сегодняшних выставках. Значит, в малом зале у нас представлена выставка из коллекции нашей галереи. Это выставка продажи. Если кому-то будет интересно там цены, легче спросить у Лиды, нашего прекрасного, замечательного сотрудника галереи. Если кому-то будет интересно. Это прекрасная коллекция современного искусства барнаурских художников. В красном зале первом особенно горжусь этой выставкой, потому что тепло и нежно отношусь к детям, которые не совсем похожи на меня прагматиками. Это дети, которые, скажем, аутисты. Я не знаю, страдают, они от этого я не страдаю. Но их родители стараются сделать так, чтобы дети развивались творчески. И вот эта выставка автопортретов детей с аутизмом подготовлена их родителям. И это не первая выставка, не единственная у нас детская. Вот там вот тот трэш, такой, там вот в том дателем зале, где много интересного, необычного, особенно прошу вас обратить внимание там на космическую тему. Все же у нас вчера только был день космонавтики. Это выставка студии «Акварель». Оказывается, в городе Барнауле 30 лет существует детская студия. Прочитайте, пожалуйста, на дне. Я думаю, что педагоги сделали очень много для того, чтобы существовала эта детская студия изобразительного искусства. Ну а в переходе у нас выставка, которую подготовил Михаил Чурилов. Выйди на секундочку. Давайте посмотрим на него. Я вам предлагаю ему вообще и надежды, потому что он принимается самыми сложными учениками. Когда маленькие дети, их привели, заставили учиться. Когда человек поступил в институт, он уже понимает, что это его профессия. А есть такой маленький промежуточный участок. Это вот колледж, да, например. То есть это уже и не старшие классы, и еще не совсем институт. Это какой-то такой момент, когда еще можно переопределиться, распределиться, передумать, заниматься искусством. Можно послать все и пойти заниматься, я не знаю, швейным мастерством. Вот, и вот колледж, как он правильно называется? Колледж Алтайского университета. А, колледж Алтайского университета. И вот эта вот выставка с темой потрясающей, на мой взгляд. Взять и сделать графические копии, ну, выдающегося, величайшего художника мира. Это не просто так. Ну и смотрятся они очень хорошо на этой стенке. Так что, Михаил, большое вам спасибо. Если бы я мог, я бы всем вам поставил 5 баллов. Но, к сожалению, я даже не могу там позвонить. Кто у вас начальник? Давайте позвоним, попросим поставить хорошие отметки. Вот, спасибо большое. Ну и, наконец, это выставка. Давайте позвоним. Вот, наконец, мой любимый, дорогой, друг Александр Павлович Молодой. Один из любопытнейших мастеров фотографий жанровой в Барнауле. Редчайший случай, когда репортер выходит в большое искусство. Какое-то. Другой полосы совершенно. Кто-то должен. Да, потому что сложно быть репортером, оставаться безучастным ко всему тому, что творится вокруг. Я недавно на одном из сайтов Акулы Пера назвал фотокорреспондентов, фотожурналистов, фотографов прилипалами к Акулам Пера, но без которых жить невозможно. Не будет иллюстрации, не будет. Вот как радио живет? Я даже не знаю без иллюстрации. Отлично, говорит, радио живет. Я всю жизнь мечтал поработать фотокорром на радио. Вот, и эта тема, которую сегодня Александр показывает, мы сейчас об этом еще поговорим. Эта тема сложная, тема некого исхода, ухода. Тема, связанная с религией, тему, которую в последнее время некоторые побаиваются, трогают. Так что, вот у нас стоит здесь яркий представитель религиозной общественности, и вы знаете, что в этой среде всегда много споров, много людей, которые и легко обижаются, и в то же время, которые бесконечно преданы своему делу. Поэтому это очень сложная тема. Легче нафотографировать голых девочек, и все будут радоваться, чем взять и вскрыть вот такую суммашнейшую, на мой взгляд, тему. Ну, Александр, это удается. Это не первая выставка, посвященная Патеряевке. Это давнишняя тема Сашина, много с ней работы. Ну, и до последнего, до 1003-го, 20 слова. Давайте, во-первых, посмотрим, Саш. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Действительно, я начинаю с этой темой очень долго. Мы с Теградем Пикликовичем Лавкиным, который рядом со мной стоит, кстати говоря, представлю сразу, Андрей Кураев, я назвал его лучшим православным предповедником России, для всей России. Это было не я сказал и не я придумал. Это так, видимо, и есть. И мы посчитали, я 28, получается, уже лет встречаюсь с этой деревней и общение, которое в Барнауле находится, тоже этой же православной церкви нашей, русской. Это не исход никакой, естественно. Это возвращение на нашу землю просто веры. И все. Вот что хотелось бы сказать сначала. А затем получилось так, что вот Игнатий Тихонович, вот как вот сейчас ходит, он 30 лет назад также пришел в нашу газету «Новодежь Алтая», но тогда для него просто погода была другая, валенки с колышами и тулу, и все. И с тех пор вот он не отходит далеко от нас, а мы от него, да, от него не отходим. И не я, и Сережа Никликов, ну Саша Черникова, немножко далеко сейчас, в Москве. Но зато все фото-коры, которые посещают эту деревню, и по-своему ее видят. Ну у меня тоже свой взгляд, и отягощенный вот этими 30-ю почти годами, я как бы, ну, какое-то обязательство перед собой дал, и перед жителями деревни, что я сделаю все возможное, чтобы показывать эту деревню, пока она есть. Это, может быть, единственная деревня в мире такая, православная, установленная с нуля. Больше я не знаю, есть ли или нет. Но это было не очень сложно. Сложно психологически просто перейти вот эту черцу, которая, и проехать 12 километров от трассы по бездорожью, чтобы попасть в эту деревню, которую весь край отделяет от того мира, с которым погружены вот эти жители этой деревни. И все, кто там побывает, они всегда хотят рано или поздно туда вернуться, хотя два раза. Вот я возвращался туда, конечно, ну, не один и не два раза. Ну, я не знаю, даже счет-счет потерян, конечно, условным разом каким-то. Это нельзя назвать экспедициями, потому что там встречают тебя в любое время дня и ночи. Если поезд, который останавливается на полустанке, подстеркный, стоит всего одну минуту в час ночи, и если тебя не встретили там зимой, то тебе 4 километра придется идти по бездорожью, по целине, и ты можешь прийти не совсем в другую деревню, если пойдешь в другую сторону. Но все обычно совпадало, и жизнь этой деревни, она началась действительно с нуля. Вот первые снимки, вот черно-белые, которые у нас на тех стенах, они показывают это состояние. Ну, хотя, конечно, на самом деле не до конца. Здесь они немножко уже кажутся приукрашенными. Может быть, это с течением времени произошло. А тогда жизнь, которая... Ну, кстати говоря, мы же шли босиком от полустанка до деревни, и ничего. Этого снимка, правда, здесь нет. Как-то не вошел. Все равно. Вот эта тема, она должна показать всем людям, что жизнь настолько разнообразна, и каждый может выбрать для себя вот этот сегмент. Ну, для кого-то вот этот сегмент очень сложный. Для кого-то это просто жизнь. Игнатий Петрович, я вот дарю вам вот эту фотографию с 89-го года. Если можно, положите, подойдите. Ну, сейчас просто насфотографируем. И, ну, чтобы она осталась у вас на память. Хорошо. В бюджете она осталась, я не знаю. И, ну, немножко скажите от себя. Моя дата рождения 10 июля 1939-го года. Я помню себя с двух лет, как отец вернулся с фрукта. У него рукой оторвал по-смоленскому. 41-й год. А я испугался, дяди не было, а там мама и господи. Я сразу на них спрятался. Отец заговорил, что ты боишься, запечатлелась. Это было поселок Карпов и Кеменского района. А родители были в потере мамы в старой районе здесь. И вот отсюда теперь с детства знал, что есть Бог, есть ад и рай. Рай – это для святых, а для нас грешный ад. Но мама, главная была воспитательница, она говорила, вот то нельзя, вот это нельзя, в карьере нельзя. На раскаленных гвоздях могу больше писать. Нельзя лгать, там на крюхе змея будешь жарить, картинка показывалась, это лицевые книги назывались. Мне Бог позволил рано постигнуть грамоту, я уже районные газеты 5 лет от не читал. Вот Господь так это все сделал, у нас в семье было 5 ребятишек, пацаны-ребятишки и девчонки 5. Где-то она, вероятно, была. И вот что больше всего запомнилось с того времени, то, что везде, как сегодня сказали бы, раздражение идет, все распадается. А отец пастух, и я вырос на степи. То есть никто не вмешивался в мою душу. Я вообще любил птиц, орнитологию. Первая книга, которую накопил сусликов в завод, в шкурке, и купил книгу. Виталий Бианки, там была лесная газета. Вот отсюда все началось. Я все время взялся в природу. Вот сейчас говорят, я дальше это продолжу. Ну а как узнать ребенок, он для чего призназначен? Примерно в 5 лет лет я уже решал эту задачу. Что открыто мне это или не открыто? А как определить? Я в начале детского лагеря 45 лет, его организатор был. Единственный в стране Советского района, 72-го года. Сколько нападений было в уголовных судах. И все это позади, как будто никогда не было. Первое качество, по которому я определяю ребенка, его избранность. И в него можно вложить капитал. Как он относится к молитву? Ну допустим, молодежь уйдет, вы многое, конечно, не услышите, но вы будете искать, потом потеряете. В городах скучно будет скоро, это очень скоро. Это предсказание из интернета берут. Мы едем в автобусы, на улицу. И прямо показаться, в случае того-то, куда надо, как организовываться. Из Москвы пробка будет 130 километров. Верхние этажи заполнят все, что идет только вниз. Никакие заднички не удержат. Поэтому сегодня организуйте и ищите место, где он будет. Потеряйте, в нее день открыт будет где-то рядом. День Х. И вот я знал, что есть ад. А избавите, не знаем как. Наши родители принадлежали к старообрядцам. Старики Кержин, из Кержати, беспокойцы. А по отцу, к Белокринецкому согласию старообрядцам. Ну, Горбожское кладбище в Москве. И вот этот страх Божий был уложен. И потом, когда я уже получил Библию, в 62-м году, 20-го сентября, я узнал от арского. Начало мудрости, страх Господень. Начало мудрости. Дальше. Вершина мудрости, страх Господень. Венец мудрости, страх Господень. То есть Бог видит. Когда к Хрущеву подошли, что-то стали говорить, он на пенсии был. Мне лгать не пристало. Мне на Суть Божий идти. Хрущев, который вообще 10 тысяч храмов погубил только. Перед смертью начинают задумываться все. И в коридоре сидят, как умирал жуком Георгий Константинович. И молились. Это сейчас все публикуют. Мы заботились о душе. А выхода не было никакого. Пионеры не вступали, правосомольцы не вступали. И поэтому, зная, что есть страх Божий, за все отвечать. Мы в этом же обществе жили. Товарищи пили, пили, все. Бог сохранил. По милости Божией, что я говорю, это не мое, это благодать Божия. Ни одного матерного слова, я тебе не сказал, мне всего, сынца 8 лет. День будет 70 дней. Ни одного матерного слова. Ни одного матерного слова. Тогда статья была 193, распространение заведомо ложных измечлений порочных общественных государств и строй России. А что в смысле? Я первый в России издал архитектурал ГУЛАК Служеницын. Не издал, а засчитал. 11 плёнок, каждая плёнка, 8-6-20 минут, вот и можно было послушать. И послесвойно написал на эту книгу. Недавно писали «Новый мир», 30 лет назад первую главную архитектурал ГУЛАК, и здесь Тепляков первым написал опровержение. И он говорит, нет, Сергей Александрович, у нас показал на меня, говорит, ровно на 10 лет раньше я его распространял, тысячными экземплярами. Я был насчитать, всё время следили. Арестовали, выходил, а потом насчитал Златоусы, 12-го, Библию, всё это в аудио. Где там написали? Ну, когда было. Как уж я насчитал, растянули по всему интернету. Жития святых, депортолюбие, ну, то есть 50-тому насчитал. И это всё надо было распространить. Плёнки давали только там 5, больше нельзя. Мне нужно было сразу, чтобы плёнок было не меньше 5 тысяч катушек. Это одна катушка, 375 метров, 8 часов 20 минут. Можно было сказать. И вот, когда я вернулся, перед мной много было должников, которые клеветали, там в аститул был, Виктор Иосифович. Он писал, спросил, Златоусы вполне спотеряет, Златоус в кавычке, Златоус – это прозвище самого талантливого плодовитого проповедника. Виктор Иосифович, умер в 47-м году, грек, патриархом Статинопольский. Под литургием храм этого плащина его идёт. Ну, и я в тюрьме сижу, а статья по мне написана. Я не могу ни опровержения дать, ни ничего нет. Потом он примирится. Жена поедет к нам в деревню. Мы встретимся, назначать будем, чтобы общий материал создать где-то. Ну, Господь вмешался, он внезапно упал, не знаю почему. Вот, и тут мы встретились. Значит, это было, я вернулся в 87-м году, вышел в указ при зиме Верховного строительства СССР, то помилование всех подозапрещенных, в это время было 210 человек. Плохо снаружи. Меня спасало то, что я шёл по санкции МГБ, Московского КГБ. А это очень значимая организация была. Поэтому, где избивали, прямо убивали, где ко мне не прикасались пальцем. Приехал в моё. Может быть, сюда по выставке лучше пойдём? Я потом подойду, я сначала расскажу, а потом каждую картинку... Не, ну что, что, что мы слишком не задавили. Ну, смотрите, я хотел сказать, что к этому вело. Нет, понятно, но тут история очень близлежная. Давайте, мы знаем, как раз эти фотографии, вот мы с праздником. Да, мы очень понимаем, поскольку сейчас патриархи нет. Вот он теперь священник у нас потеряет. Он на 5 лет был уже меня, 44-го года. Ну, это я стою, держу. Это палатки. Это ещё не было деревни никакой? Никакой ещё не было. Нет. Ну, раз он здесь, видимо, уже мечтали. Но это в лагере. Это в лагере, это уже первый год. Это 91-й год, наверное. Нет, нет, уже палатки-то были, но они так и были. А, а, а. Мы начали керри строить. То есть там 89-м были эти самые... Ну, я скажу одну разу, один человек говорит, я ничего не знаю, с чем, но друзья у меня какие, господи, хорошие. У меня друзья, ну, почти все дектора заводов были, губернатор, мэр города Баварин, ну, кто-то, близкие люди, прокурор края, Борос-Курин Викторович. А до чего говорю? Ну, вот из Новосибирска, генерал-полковник Пинков, ну, его то сгубило, что он сейчас тут в ДК включает. И мы убрали, для любого. И он дал большие апартаменты, палатки, и мы из них сделали сервер, вот крайний вид, там, большие, танки закрывали, большие. Ну, а кто я такой? А вот он расположен, и мы всё время, как дочь, там, в палатку вот заходили с ребятишками, делали религиозные песни, и он, на самом деле, Бога, это не было, и его коллега, и он, как у меня, Бог, я делал, там, ритуал, как бы, как бы, был. Вот, батюшка здесь пришёл, он в хобби сидит здесь, на камень, это воронок первого коня, которого приобрели. Это воронок был, да? Да, воронок. Может быть, никаких бы не было фотографий. Здесь вот мы стоим ещё, мы начинали строиться, тоже фотографии. Вот какие мы делали шалаши. Каждый шалаш из себя только открывается, там, 40, по 10 человек. Вот тут была руководительница, вот у нас здесь. Это Валентина Романовна. Она была кандидатом в федерический каул. Ну, и у неё несчастье. Когда бы говорить кое-что, что не понравилось, она на пологу, правда говорит. Остальное мы не пропустили. Ну, её никак не упустишь. Она очень талантливая была и обратилась в бок. И когда поехала в монастырь, не проверяли ничего, её поставили, пили, доска. Да? Она никогда их не видела. Она доску толкает, всё ещё пилу кинула в сторону. Ей правую руку сразу вот так отрезала, вот там упала по моему. Вот она стоит. Знаете, я сзади остановлю, показываю её. Это трагедия огромная. Надо всё ещё написать белую руку и дети её очень любят. Это покупка, можно сказать. И вот на нами везде ценами крест. Узбокий крест стоит. И потом, когда мы будем открывать общину, здесь в Армандии инвестирование. Это было у нас в 97-м году уже. Её назвали крестом Васильевске на 22-м сентября. А 22-м сентября я стою вообще в руки в Англии в 60-м году. Вот так было. Община так и называется. Дальше что? Это вот крещение. Крещение должно быть... Не знаю, ты как? Три. Три должны быть условия. Первое. Человек должен быть научен знать Евангелие, для чего он берёт. Не ставить правду. Второе. Он должен быть погружён трижды руками в крещение, как водовое имя Отца, и Сына, и Святого Дух. Три раза должен быть наоборот. И третье бесплатно. Хоть одно условие нарушать, крещение нести. Всего не обманывают людей сто процентов. И вот это я вам говорю, потому что это в каноне говорят. Апостольская права, 50-е, в 6-й вселенной Петербурге, в 6-й вселенной Центральной книге, которая рекомендирует православную жизнь. И вот, вот это вот, она вот, потеряевки живёт, крестят. Вот это вот, вот она, КТРК здесь работала, у Нагаева, Ольга, и девочку, одна батюшка, крест, еще черно-белая была. Ну, тогда еще да. Да. Ну, а здесь кресты, кресты, в деревне, и деревни вынесли. Соробами, и как это, кто-то может даже где-то увидеть. Но здесь поубежнение. У нас потеряется, может, поселиться тот, кто докажет, докажет, что он не жжёт. Это надо доказать. Не пьёт, не хорит, не матерится, и не ворует. Пять усолит. И когда строевая демистрация тут узнали, они говорят, докуда подменистрация у него вот такой момент, статистика процессов берёт, мужики об этом ругаются, курят. Ну, вот так. Это правило, по сегодняшний день, соблюдались. И далее, если уже собрание решит, что можно, хотя согласно Конституцию, спрашивают, кто крешил, цыгане, так вот. Зато конституцией не нарушится, добровольник. А я буду петь, гулять, и просто, потому что решение не можем сделать. Вот это не в воде, 27 лет, женщины. Никто не нарушится. Женщины приезжают, я пошивю в брюках. Она, мы сразу подходим, мы говорим, у нас нельзя, пейзажеры, выключены. И сразу у меня кутилку. Мне задают, а у вас практ, дойдут, когда женщины в брюках, вы его водите, а где нет? Мы слышите, что у вас, как вы водите, когда вы ее запустите. Мы ее наружаем, а делим, плоток дадим, а здесь помосятся, приезжают директора, и тайвая администрация, там прокуратура, женщины в прокуратуре работают, милиция тоже женщины. И вытащим, один это тоже, и только надевают, не забывают. В береме, где те стоят, сколько у вас нашло, там все, и везде, в береме курить обещают. Вот это модно, то есть, правда, в территории беремки курить обещают. Ну, вот, дальше говорить, вот это ребятишки, они, трехзутяне, у кого в одном ухе есть? Володя. Ну, это Анфим же стоит. Ну, по-моему, да. Глушковский, да? Да. Это похоже, что как раз их и дом. У них семеро ребятишек. Да-да-да, там, где Ипавлово, вон, сарайка стоит. Ага. Ну, да-да-да. Здесь, это девушка, она, картошку садилась. Она училась, когда умер, она всяких оттружила, а потом АГТУ закончила, изобразительное искусство. Вот такая штепанская, товарная. Ну, штепанская. Да. Ну, а потом получилось так, что ее сосматал один из Америки. Вон, в Болгарии, в Керут, у нас они приехали спать, играли здесь. Трое детей умерших. Да, трое, наверное. А она, вот, она вся на лицо. На Брайтоне живут. Да. Ну, а это, вот потеря эта, я ехала в поворот. И спустили, когда горела, она сгорела и упала только. А я подошел, вот и смотрю. А там все это жгут. Там, даже видно, это кажется... Ну, это элеватор стоит. Да. как она... Или зерносклад там, что там? Зерносклады. А там не элеватор. Склады там элеватор нет. Это официально, в случае войны, зерно хранилось у государства. Ну, а это, то есть, так просто держать, еще так, в войне. Там все. Ну, вот тут и написано. Имена у нас даются согласно календаря. Вот у нас, допустим, возьмем деревня, еще 10 человек, три Володи. Есть, в числе, рукоположенная, четыре, и все Игоря. Их еще два Игоря Владимира еще. А если по календарю называть, мы что потеряли, даже тут не знают. Вот меня Игнатий зовут, Амзатихов, брат старший, Самуил, меньше меня, Якин. Какие дни рождались, так называли. Дядя по матери, Макарий, Человек, Эммануил, по отцу, Сипа, Амос, Лаун. Это в одном, только, в доме можно сказать. Как это называть? А это его имя, Ансир. Это, ну, продают календари в церкви, прямо по календарю. Ансир. А это вот, лагерь. Лагерь, я в силах. Лагерь была, деревня Потеряевка была, уже закрыта, Никто не закрывал, а как, перерезали артерию. Школа закрыта, и все, у кого дети есть, они куда-то уезжают. Ну, и раз, это теории. Магазин закрытый, и тоже, и люди стали уезжать. Сейчас как? Уезжали по скрепке. Сейчас школа еще в детстве? Еще в детстве, в школах. Это трудно было открывать. А, ну, везде-везде-то закрыли. Приходилось, как у нас были по скрепке, когда дальше находились, люди помогали, было отношение хорошее. И вот эта фотография, ну, все фотографии, они были выставлены в Америке, в разных городах, брат ездил, когда туда, в Австралии, там, я не знаю, в Германии, там, в Греции, где только были, и везде, и вот, благодаря Александру Павловичу, значит, вот, все стало известно. Я пока не ездил, я не выездной. Да, мы, батюшки-то давали кофе. Вот, я покажу, вот одной девочке, посмотрите на ее глаза. И они, говорят, в Америке там подходят, и они вот так вот, все это, священники, и писька, пофиг, нет, вы посмотрите, какие глаза. А это как раз Наталья Николаевна, приходит, она вот так, которая стоит. Она здесь, выше, чугун держит, руки греют. Вот, вот эта девочка, один из наших прихожан в школе Барнауле, и там девочка у него, учителя, он учителем работает, ее звать Юра, ей кажется, 11 лет. Мать пьет, отца она не помнит, не знаю где, и она сама корову доет, банку трехлитровую берет, выходит на трассу Барнаул-Молосибирск, и шоферам дает, это риск смертельный сегодня-то. Одна девочка стоит, еще же, она хлеба не на что купить. Я принес ее, ну, посмотрели у ней там насекомое в голове, мы сразу обработали, но кто-то увидел, мы отдельно обрабатывали, ну, услышали, и на завтра один мальчик, ей говорю, что-то там не так, она сказала, а ты вшивая? Она заплакала, я подошел, я начальник лагеря, ей говорю, что, Ирочка, меня вшивой назвали, это у нас тревога. У нас воспитание такое, что к нам прилетал директор Кэссенского института из Лондона, из других государств. Как так? В течение одного месяца наркоманин задавается и ничего нет. И мы с вами заблокировали. Отец убил, бать на его глазах. Он перестал говорить, у нас он разблокировался. Притом мы ничего особого не делаем. Мы просто, я знаю, как действовать в Японии, в Новой Зеландии, в Швеции, я занимался всеми политическими системами мира в армии. Это Бог дает, там моего ничего нет. И вот я ударил колокол, сразу все бегом, только бегом. Там аналой, около колокола висят, где во что можно. Раз, не только колокола. Такое было. Кто Юру назвал так? Она около меня стоит, я напротив стою, как вот и пас. Я, Алешка, иди сюда. Ты действительно назвал ее? Да. Снимай, Юрочка, платочек. У нас подожжим, все к головам уходят. Найди мне его уж, ты сказал правду. Ну, нет, ты должен сознаться и попросить у нее прощения. А после этого я тебя накажу. Родители, когда дают мне детей в лагерь, 45 лет, теперь уже 46, они расписываются. У нас физическое наказание. А какое? Я там описываю, на столом наклонился, я могу ложкой, а ложкой за 30 лет никого ему дают ударить по столу. Не наклоняться, сидит прямо. В чашке не наклоняться. Приедается все, кусочком элизабет. У нас ни одна ложка пищи не пропала. Потом это люди будут ставить себе уже заслугу, что они познакомились с нами. Но теперь, Леша, наказание тебе такое. С Эрлечкой будешь все время играть, куда бы она ни пошла, то чтобы был с ней. Ты будешь защищать ее. Вы посмотрели, какие у нее друзья поехали. Вот приезжают там профессора психологии, живут у нас. Где вы это учились? Да нигде я просто прислушиваюсь и смотрю. У меня нет никакого духовного образования, как за строительный директор. Но я все время с ними и смотрю, к чему он тянется. Вот ребенку дали там по кухели траву надо орать, чтобы не гнило. А по нашли корму. Другие говорят, а вот там этот, я забыл, Ваня, он говорит, не рвет траву, как встал, на щепельник, так он стоит. Я посмотрел брата, так, не подходите, я потихоньку сзади, а он смотрит, как большую жужелюсть, мураши опрокинули, кипят ногами, и тащит, и немного в норку, затащит, и ножки торчат. Не надо, он работает. Может быть, он в биологию пойдет, или где-то. Надо увидеть, где развить. Вот мы собираем малину. Даже набрать полную игрушку, дети любят с молоком, ну, широкое поле, там где-то, старые колхозные сады, молида, подходят тоже. А вот Кирилл, он не берет ягоду, только ест. Тихо. Я с той стороны обошел, подполз, а он берет ягодку. Святый, Боже, хорошее, сильные, крепкие, еще, святые, бессмертные, помилы у нас, я обратно вышел, он берет. Но ягоды самые сладкие были. Понятно? Это действительно так. Он набрал меньше всех, дам другим покушать, и дети чувствуют. Он скажет, да воображай, но они не знают, что я им не сказал. Вот почему сегодня столько труда полагает на детей, и там, ну, скажите, мне за 46 лет ни рубля государство не опустило. Я бесплатно работаю, и вся обслуга, все бесплатно. Я собрала, нужно кормить, обеспечивать, сохранять, купаться, сделать интересный отдых. И ни копейки. Никто. В один год после меня только три уголовных дела. Три. И все. Привернулся в город, как это сатисфакции потребовало. Они, как это, арка, фильм поставили. Даже фильм поставили. Мы были сутки, все выиграли. Угали на пропалуя. А дети спят на вещевых пешках. Судья говорит, сколько детей было? 70. А подушек 120. Еще были спали. Ну, никак. А, там в Курятии. Какие в Курятии? Зарегистрированы в Краевом отделе институты. Ну, что говорите-то? Ну, и они проигрывали суды просто так. А теперь клевета, которая была, это оплатить за подрыв деловой репутации, там, не оскорбения, прочее. Мне пришлось очень многое. Когда я вернулся судиться, 11 лет шел суд, чтобы меня конфисковали. Они должны были по государственной норме 11 миллиардов. терминированные еще победители. Я 11 лет прошел, я процесс реализации. Внутри города, улица Ползунова 6, приехал Баварин, Оксан Павлович, мы сфотографировались, суд вырешил. Ответственной была уже не КГБ, а городская администрация. Через нее пропустили мои пленки. Вы, два дома и 13 соток. Вот Бог так это все сделал. Прекрасное место, сугое. Нельзя самому это сделать. Никто тебе не дадут. Два дома. 226 квадратных метров. Это Бог сделал так. Потом, вот, он сейчас работает программист, он организовал свою организацию. Очень талантливый по компьютерам, по интернету. Виталий, да? Виталий Анатольевич. Ну, даже теперь Виктор Анатольевич. Ну, тут, где-то, где-то понятно. Он же наше ученики, представитель жизни. А эта девочка приехала с матерью. Прежде чем к нам ехать, надо сказать, мы такие-то. Я пишу, что им нужно взять, там две простыни, две наводочки. Ну, матрасы все на месте у нас есть. Ну, а эта там, там спираль, там наше все. А она бы опубликнулась, в них две точки, два струнда. В городе есть, Ничего нет. Даже, ни поточек, ни поточек, ни поточек. У меня у нас есть, ни поточек. Уже не приехал. Позрощился на него. Теперь, да. Я их начинаю, ребят, напрашивать. Его Демитрий звать, сдал. Закон. На пружине. И вот, я говорю, курешь или нет? Я, нет. Мама курит, нет. Но если я тебя сейчас найду, то тебе, горячих, это сетка, я тебя прошу, арен. 20 горячих. Да нет у меня нету. Я говорю, я в другую комнату, там, там, солдаты нету. Никому нету. Я говорю, так, снимем его, за настой, по-первых, он покрывает, он сразу не узнал, я говорю, откуда он пришел. Я знаю, как прятать и как искать. Потому что, кюрер его, это опыт высшей квалификации. И будет, лишь не то, что я не знаю. Я после этого, 18 лет работал, где-то, на дороге, я покажу. Я к смерти, говоря, я выступаю по радио. В это время, я вел три радиопрограммы, в городке. Одна была, частовая, он говорит, то есть, прямо, непосредственно. Это Бог так делает. Ну и вот, тут батюшка запрягает, уже другая ложит, и не будет. А тут все понятно. Это шалаш, мы сами его делали. На 10 человек. В улице открыта Библия, поедет пшенича. Стебель пшеницы заложил, Александр Павлович. Здесь. Он может здесь перейти. Это у нас называется песь. Его купаться. Вот здесь дети становятся, прыгают, а там, вот где вот эта загородка, лягушатник, там дно, на такой глубине. Это детей. А как только они покажут, что умеют плавать, у него маленькие книжечки, пускают в открытое море, называется. То есть, небольшой значок плавать. Ну, в этот же день, когда выгодили значки, он что-то испугался, начал там, рядом, стои, вытащи, иначе, а все там, по-новому, начались. Это возник, скорбинский. А вот тут сама Наталья, Валерия. Эта девочка не уйдет, Забуляева. А тут еще один, видишь, какая чудная фотография. Очень сильный альбом, издала, у нас с одного была Балина, жена-то вторая. И фотография у нее там стоит. Ну, сами посмотрите, она. Ну, открытку можно поставить. Игла на моление ее. В это время, когда пробуют читать, занесели, ну, мы ее увидели, глядь, девочка какая-какая-какая-нетта. Это большая работа, чтобы люди это признали. Ну, а дальше, это просто пробегала девочка. Здесь тоже вышла с лопаткой, ее Ника звать. А это, видимо, из окна фотографировали, труб проращил. А это брат мой, Павел, на 10 лет моложе. Видите, какая-то, я не знаю. Вода пошла. А здесь вот эта самая Ника стоит со своей бабой, неонилой, дым идет. Здесь отец Аким, катушку сделали, катятся. А тут много ничего, нечего объяснять. так, короче, что-то. Видят у человека, который у него, по-халу, че это крестница? А это? А то, которая там у нас есть, как вам сейчас скажем, у Загуляева. Ну, она-то Глушкова. Глушкова, Глушкова. Какая-то фамилия такая. А это та девочка, которая там ходит. А это та девочка, вот она просто... А это мальчик, что идет, говорит, схождение по водам. А вот он уступил на ступень. Видите, какая картина. Как будто по воде идет. Христос по воде ходил. А здесь картина, надо помещание идет, надо поезд на ступенье. Вот Сергей Павлович когда мы ехали с миссионерской поездкой, мы доехали до Владивостока. Тут ворт находка. Заранее мы за несколько тонн забрасывали книг. Я 38 томок вышел. И дальше там уже где ставка у нас, из этой ставки возвращаемся. Собака свою, да, урега. Мы с первой поездки вернулись, что я когда-то плавал. Она стала чемпионом Сибири на выставке. Следующая поездка была до Востокова, значит, отликнул до 26 дня. Опять на выставку я на выставку взрывался. Она стала чемпионом России. А не только чемпионом России. Она не просто самбака, а шедевр. Она все еще живая. Вот тут сердце у нас прямо на иконе видите, как не золо, не летает. Как только запели, которые хористы поют, класс, еще не хористы не удают. А не того, что там, считается, в интернете выставка, чудо. Тоже. Ну, а здесь что показать? Это, я не знаю, даже сейчас эта девочка. Кто тоже там он сфотографировал. Ну, а здесь батюшка, он готовится к окрещению. Там с Украиной вижу люди. Вот это Андрей, кажется, из Германии тут приехали. То есть, полное погружение, почти не... Мало-мало видел. Огружающие священники сплошь и рядом. Кануны. А у нас просто соблюдают. Эти люди едут из Бранции и на полу-три коллеги. Вот это, я там, я вижу, в Германию приехали. А это тот самый, который я показал, петушка одержала. Вот он женился, девушку взял, она тут работает, Мария Ара. Ну, давайте, я говорю, сделаем так. Ей шинель почти накинули на нее, чтобы она два перста, как Бояриня Морозова показала. Ой, а там флаг, российский флаг, нужно попутно сказать. Это лучший за всю мировую историю флаг. Притом, он не конфессиональный, не религиозный, не национальный, не временный. Я это много лет был занят среди всех отделов милиции, краевой и городской милиции. И спрашиваю, ну, почему у вас ошибка такая? И они не могут ответить. Смотрите внимательно. Нижняя полоса это кровь. Человек рождается в крови. Это история человеческого общества. Мусульманин, это буддист, православный, бахтист, не имеет значения. Мы все рождаемся в крови. И вот эта трудная жизнь, почему советский флаг был-то? Трудно завоевываться, революция, и так прочее. Это первая полоса, вторая синяя. Как синее небо меня так манят. Это все должны думать о небе. Все хотят попасть в рай. То и мусульмане, и буддисты жизнь не заканчивается с этой смертью нашей. И третье белое. Это откровение ягодного богослова по коллективу. Там написано «Убилый великий белый престол». То есть человек жил, думал о Боге, для Бога умер, будет Божий Суд. Так именно во флаге. Красное, синее. А почему красное? Ну как Мистевич говорит, земля пропитана кровью самого центра. Вот это надо будет. И поэтому этот флаг, он это проповедь. Российский трехколотный флаг, это единственный в мире, за мою мировую историю, который говорит, ну не о том, что если русская область черная, но в Украине желтая, подсолнечная, великая лица здесь вечности. Там еще такой патриот. Не патриот дело, правда. Патриот это слово слишком высокое. Ну вот здесь что? А то здесь как раз идет крещение в батюшках где, а эти дети сидят на скамейках, просто сидят. Как они одеты, посмотрите. Это очень, не сразу. Надо, чтобы дети это полюбили. Они сами и будут и подвязывают. Вот идет крещение. Это отец Аким находится в воде. Вот. Там помогает женщина. И вдруг ветер. И в это время сфотографировали. На ней надета белая. И ветер захлестнул. Я не знаю, почему 48 только. Он говорил, что 90 фотографий. Вот эти вот две девушки приехали из Германии. Из Германии, чтобы принять крещение. это Валентина Стартецова и дочка. Ну, это я с велосипедом у батюшки Рена. Это Никита. Никита сейчас в армии служит где-то в Хабаровске. Когда фотография это была, это отец Аким идет. Я приехал из города в мае месяце, вот в июне, вот мы встретились. Надо уловить вот этот момент. Ну, этот талант. Вот на я говорю только кому-то не хотел бы получить нашу визу. Все наши здесь указывают даку. У нас очень большой ресурс в Ютубе. Наших только роликов 10 550 то есть ни в интернете вот наших 5000 ни у кого нет. У нас очень большая работа. На форуме 1600 фотографии только наших в Ютубе в этом в моем мире 21 000 это большая работа и люди новые приходят которые принимают православное дело из фектакла. Ну, это вот слемянник отрестит. А это врач краевой больницы сейчас здесь Алтайской краевой больницы помогает. А вот видишь, как почему? Когда он родился он то ли раньше времени или как бараками не похрапили а теперь когда он стал подрастать на это настоящие крещили. Ну, видишь, как он добровольно принимает. И что не сделает? А это вот идем вот Володя снимает это вот сам идет вот с велосипедом. А это наш вот это сам Виктор Андреевич вот он якорик вот он стоит как раз и рубашка такая у него. А это брат мой Павел на коне выгоняет коровку. Смотрите какая картина. Как дети идут, как они одеты, какой порядок. Вот это с своей дочкой а он глухонемой отрождение. Глухонемой. Ну он там с ним близко познакомились, он видел крещение. Специалист любую модельную обувь вырезает там такие краснодеревщики настоящие. А она студентка была ограбывая зоологичные таковы где ЗОО. И вот теперь у них 4 ребятишек. Их вот старшая дочка Еннафа. Вот это Ефросинья. Все места по календарю. Вот какие имена-то Россия потеряла. Ну заметим Кремль был. Кремль 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 Борошилов. Где Кремль в школе ни одного. Где Кремль ни одного. А все брось собаку в ладошку любить язык этот. Ну тут понятно. А это дети стоят молятся. Какой порядок. Обязательно должен быть поясок. Какое одеяние. Это просто увидеть надо. А где в храмах? Нигде. Только у нас. Нигде. Абсолютно нигде. Только в монастыре когда принимают посты. А почему? Так должно быть. Какой порядок. Ну а здесь в храме сидят. Во время проповеди. Я сели. Вот это работает она сейчас я не знаю кем она по кадрам. Есть здесь музей истории искусства литературы. Какая улица Льва Толстого там пониже. Вот она сидит здесь. А это мы идем с батюшкой. А это кто вуси. Надо выбрать эту картину. Там видна далеко железная дорога. Овечки. Это не композиция. Просто это нормальная такая жизнь. Я держу голубей. У меня три голубя. И в Алтайской правде большая статья была с Сохарем Ноталья. Она доменянской алкемии. В карте ее наградили. Большая статья написана «У злого человека голубя не будет». Объемная статья. Как хочет, так понимай. она абсолютно. Голубя вот от Распашин, фотография, Алтайская правда. Это губернская газета. Вот у меня есть новая и новая. А это жена батюшки. Видите, она идет усталая. Вот фотография. Городской еще можно показать. Вот только на даче. А это натуральная нормальная жизнь. А это называется разъезд 75 лет на высоте пригорода. Вот такая высота. и они где-то ищут заходить. Вот как здесь и завелиться. Я не хожу в а утром как начальник ухожу как. Мальчик один стоит из Казахстана Паша спать. Паша еще а мне не разрешают ходить. А почему? Ну я нарушил порядок не не спать. А я рассмеялся. Это уже все даже вытервали. Ну выйти это можно сделать. А дальше что? Дальше сколько там кто смеялся? Кто? Не смеялись? Слышали. Все выходите. Оденьтесь. Хорошо тут кабары. Наказание два часа. Наказание два часа. Каждому троги в разных местах они стоят. А все замокли. Теперь я в машинке как раз. Теперь я увожу их в степь и рассказываю про звезды про травы как перепелка кричит. Они другим говорят а те готовы наложить порядок что тут тоже была такая работа. Это не просто так. Вот даже я буду говорить здесь и вот не будет мне разрешение ходить по этой чтобы не упал. Я спросил ее баба 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 а почему не разрешение так он порядок нарушил. Ну невеликое дело. А теперь я беру ходули ходули длинные у них на ходули выше так набиты на таком уровне могут ходить. Ну я сразу залез сюда боится бери за ним конечно я стал с ним ходить туда и сюда мы в головы не видит я хожу 4,5 года а у нас вышка большая наблюдает за скотиной на первый этаж воспитатель бинокль сидит а на второй залез к ним детям а на второй нельзя только я могу а дети смотрели им разрешили а мне нет пошаг сейчас я бинокль привезу ты не просто смотреть а в бинокль будешь мы залезли а панакабы ни на шахте конец он везде убегал в вокзале его не дядя нас поймал кривый познакомил а если убегать вы меня бери не будете я не бери эти наказы значит это не бери нет конечно будешь убегать нет все это будущее житель наш и каждому ребенку надо найти дорожку как молиться надо вот девочка оскорбили уже в колокол ударил это тревога тревога один раз собрался два раза занятия 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 3 это обед 4 5 самое тревожное нападение пожар не тем еще как пожар тушить и всего и кучу кто приятель смотрит президент российской республики кто Путин Владимир Владимиров дети должны знать председатель совета министров дальше показывает Медведев Дмитрий Анатольевич кто губернатор наш Карлин Александр Богданович кто изобрет телефон мне спроси кто ну и все а дети знают все Мартин Купер а интернет кто изобрет а в интернете сегодня сидит 3 миллиарда 200 миллионов то есть половина селения земного шара кто не знает хорошо запомните Тим Вернер Сли я тебе Тим Вернер Сли ребят теперь ну узнал а что дальше а ничего вот мы сейчас будем молиться наш президент полетел в Европе а там на него может покушение быть как носоря и мы молимся и мы молимся за ним Тим Бернер за Мартина Купера вы любите Тилифорда а никакие умницы как они боролись с незнанием наконец изобрели миллиарды людей пользуются и мы молимся молимся за солдат которые тогда еще были в Бургаристане ребенок начинает сострадать всему что ему не надо вот это надо ежедневно и постоянно где бы что ни было мы ежедневно молимся за детей сей сегодняшнего дня а вот там такое Господь отнесет мы не решаем никакие вопросы мы вызываем ответ на счастливое любви вот так вот мы за все молимся ежедневно мы поминаем на молитву эндогену Турецкого Рамзана Кадыр Порошенко его пик Петр звали этого батьку а Александра родили вот в месяц мы говорим Господи где война дарвый мир в первую очередь и здравей в Россию и в Украине и сей дети ежедневно слышат эти молитвы это не просто как я говорю а ты ребенку где выложишь на заросную мужчину наши дети они где они вас воспитывают все что они все знают все знают что он может попасть в Турецкий у меня Егор приезжает прилетела с Лондона директор Косовского института там где Останкина ее сюда привезли уже и она сказала слова царисы Саская когда она была у Соломона ей половину не показали мне рассказали про Соломона написала большую статью мне половину не сказали что я узнала книги это жизнь и жизнь на пределе как я называю у меня есть еще такие выражения и в бедности научиться жить интересно красиво и безработно наши люди не пойдут туда мы должны работать а как работать чтобы прокормить полицию ревенцию всех начальников всех губовеек и чтобы нам что-то осталось 40 лет мощников минимально пенсии не давали работать 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 можно только во вне ведомственной охране и вне вне ничего господин сказал что я работаю сажу по наружной никогда не кстати здесь у детей отец им болит и мы не слышим чтобы отец и любовь ромтали на такую стилю гулеты на перес и деревья у нас всегда было все они как палец как хорошо а сегодня все как-то недовольство вот потеряю иван нефанти еще нефанти где такое найдено не в Дайкея Титовна вот они приехали потеряю как их сослали она все рассказывает как умирали люди пусть они на берег бросили в Тайге больше ничего нет сколько погибло у Сталина черщина сколько стопыренный пальцем кину 10 на самом деле 12 миллионов он убил лучшего христианства не логами кулак кулак это вот как говорит Владимир Вольфович вот как человек жил Клатовский говорит залез звукал мужа нас отучили молиться отучили трудиться это патриархи похвалиться в буквальном смысле он еврей на ум израиль родители в израиле чистопородные евреи евреи это враги бороться надо я сказал не бороться а вот мусульмане говорят бороться бороться это оружие только одно любое я должен делать все чтобы ему было хорошо чтобы он понял что со свистом лучше чем с кем-то в этом мире я встречаюсь с мусульманами они помогают из них много прекрасных людей помогают и средствами и всем когда мы это путешествие делаем миссионерская и вот утром делаем гимнастию вот какие у нас палаты стояли а сейчас Роспотребнадзор на нас позапрошлом году даваном и нам пришлось меня начальник расформировали лагерь купили несколько домов сейчас дома приезжают с родителями а нам теперь Роспотребнадзор найти не может лагеря нет а просто приехали в гости но детей я им не отдал дети когда полиция приехала это было 17 июля 15 года 15 15 когда это было 15 16 мы дежурная полиция приехала а в то время здесь делаешь мотанец дети когда там 40 человек погибли а мы уже потренировали мы зарядите где-то рассмотрим надзор мы сейчас от него убегали они где-то убирали но родители крепали материал убрали я решил нет там где-то у ребенка и дети выбегают полураздетые и бежат куда они там а в это время там на горизонте молния спорта на картинах стоящих идет с елкой и улитый и улитый и улитый и улитый вот когда едет полиция чтобы вас не заправить нужно бежать вот в этом направлении туда там вас уводят другим путем и лучше не дойдут никогда и улитый и улитый и улитый если бежать полиция один остается в лагере он должен стоять когда-то с ним я не вижу Сергей Павлович сейчас собака была он здесь ты остаешься здесь давайте подогревались твоя задача спать и полиции не отвечать не надо словом одеть в парку тренировка идет вот двое подходит такие же вот так здравствуйте еще глухой не отвечает чтобы больницу вызвать сюда скорую помощь слово стоит что это такое нет слова не говоря полиция перебирается все фотографируют они ищут меня а где Игнатья Тихомич нигде нет еще нет они побыли уехали и сразу же кадр и действительно показывает полиция идет пузатые милиционеры такие пузатые это слово не я сказал Нургалиев главный генерал МВД что уводит их всех они еще не делают вот они такие шургают здесь и сразу подходят так а где Игнать Тихомич как мы тренировались так все получилось а дитя уже нигде нету а дальше распределили по деревне ну и они теперь подали в суд суд то прошел обычный штраф на нарушение компетов полтора миллиона полтора миллиона а у меня в пенсии в этом году было 6500 и бог дает судим который решает ни копейки не вырешал вернее царям российского лагерь прикрыть на 99 надо а его уже нет они не поймут они опаздывают мы должны события опережать не тогда когда Витлер уже в Москве подъем надо было раньше думать думать тогда главный коррадился я не призываю любящему а просто говорю примеру сказать мы вот так получили это дети что у нас тут аналоги считаются вот вот греченки из Греции вот ребята есть это племянник это вот они на спальне которые я говорю такое натренированный было я у него папиросы нашел видишь как оно случилось а этот работник научный институт в Томске все выросли ребята 45 лет я начал вернуться поэтому нас за обед садились а там вот там мать которые тысячи которые любят были остальное понятно вот они вот ну а что самое главное наверное вера у Бога признание Иисуса Христа своим Спасителем что Он умер за нас и мы что попало творить не можем мы себе не принадлежим Бог вы храм Бога живого вселюсть обитать у вас и тот храм где кирпичи лежат для Бога и как всем умом и всех сердцем всей крепостью всей душой возле и Господь от в любом храме в любом Иван и Лево это посчитает мы утром болимся колокол дает команда поэтому вынесли старые кущи на Бознагоги а теперь же не узнать что на Бознагоги это запомнил вообще мы там загородили утром там век раздувает и венчу садимся на Беды вот здесь вот мы тоже команды мы вынесли на Большую кущу все загородили скамейки новые ветер идет прямо выкатим от Арата и дети это все люди и они стараются на помощь на помощь мы не можем на этот сток когда детей столько бесплатно и не все до 3 миллиона до 3 миллиона до 3 миллиона гражданской войны а как 21 тысяча населения выничтожены что делать мы добиваемся денег и получаем получаем регистрацию решаем от осудистого за его подпись и начинаем с доля на воде подпись первая лошадь сначала первая корова на ней ни под каким видом не хотели чтобы мы там жили в соседней деревне и мы работали молиться надо чтобы местный совет мамы в районе проголосовал и кот отрисов на коту тут разводил брат поехал в Москву а у нас на священник где приходил и пришлось там все только приезжает опять все собираются но то те же самые граждане до этого старые жители они поверяют те жители как бы ты торгожен для голосования и вот так не начали переталяйся для ночи написано так унилась иначе он говорит согрешить это дело человечное а отчаиваться дело сатанистка зато он говорит пал вставай еще пал вставай я не побуждаю чтобы ты падал я говорю чтобы не отчаиваться то есть перед нами столько прошло как дети не нужны для нас абортов за перестройку только сейчас дают 120 миллионов это же государство это убили вот выступает там священный эксперимент и говорит в среднем на мусульманах падает семья 8,1 ребенка у нас 1,8 ну еще дальше еще непонятно когда ангар садат сказал там атомная бомба не нужна мы дарем мир женской маткой все решено и она такая вот она уже молится господи дай мне 5 сыновей дай их Аллаху подарю 5 сыновей и она их Аллаху подарит даже наши дети знают это я как-то среди многих я задал вопрос скажите вот до брачной ночи первой брачной ночи какой процент девственности сохраняет а меня не поняли даже а что это за вопрос вот а все равно что сказать сколько осталось с головами да все с головами и что все девственности 100% а почему ну она должна принести справку ее проверят добавишь и все что брат спрашивает а если так было зарежу на мать осталась без мужа мужика принимают где-то зарежу 16 лет а у нас куда детей позывали кто они говорят в семью в классе уже трудно найти у нас где-то как они лежали где-то не банок беда да беда а у вас у нас это нет я вот 42-летний кукель вот так фотографировал безрубный Павел Федорович на нашей визитке как раз его фотографии и вот слово сказать у него такое случая было я что-то не так скажу он предприниматель на старом базаре у вас что там было кафе даже вы скажите кто-то в улице было у вас на выжившем на старом зимов вилеты говорит ну и вот там пишет кто-то там штрафной выписать а вначале другой ходит и удел грамоту похвально от нас получил за то, что лагерь и помогает так было ну и он посмотрел так вы знаете а вы как раз и меня знают вот она которая написала подвал и выбросил вот тут только знаете смотри чтобы у тебя не было так было вот он он каждую весну звонит какая помощь у нас сахар у нас сахар уже подвес мы не коронист мы не родняли ну что ответ на чувство любви ну конечно я не могу все объяснить это куда я не повернусь я всем должен всех вот вонсадко строительный завод Горшков там Слава Григорьевич я пришел и говорю строим лагерь и надо гвоздей ну как кто нам делал это вообще невероятно все все стоят но теперь когда у меня книги вышло у меня 48 того книги вышло это 750 евро стоит я поехал всех Горшов кто помогал и подарил каждому книги видели для детей Путина это не просто книги читаю их сейчас полностью меняется каждая книга 750 строк книга если вы и наши желания зайдите на наш сайт они все там не что не это кратко но здесь Александра Павловича нет они говорят что Григорьевич Главное, это лакрохозы, которые мы говорили, что прожили здесь только лет. В лесном смысле, в воде сзади. Он главный, там, вот там, сущерник. Все, спасибо. Нет, люди служат. С моего там вот так вот. Я вот здесь, когда, в Мес, у меня избрали. Суя реклама. Потому что все, если я сейчас не могу сказать, я не знаю, что все по-программской. Какие люди? Конечно, сегодня это... Да беззамона не проживешь, неправда. Я скажу, неправда, а сто процентов. Притом, даже не ждешь. Вы, помните, как мы увидели, пал стол, у нас тут подгорел. Ну, стол продлился на землю, он летал. Ну, у нас такое не еще. Ну, оно утащило свое место себе. Подгорел, указано, потеряю. Так, видите-ка. Вот куда ни посмотришь. Вот меня спрашивают, что в вашей жизни было самое-самое такое? Ну, такое... Просто вы узнали это в конце жизни. Я отвечаю, я узнал, как много, 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 много. Я был в смертельной опасности, в тюрьме, в этапах, в тюрьме, в лагере. Что делали? Убивали на моих глазах. А меня отводили, почему санкции негабарды не прикасаются. У меня даже нет, конечно, нет передачи. Ну, я передаю, там, как, когда у нас уходили. Ну, понимаешь, главное, я опасался не бедным. Это Бог делает. Когда задумаешься обо всем, Господи, как ты нашел? Но второе, я узнал, что эти люди почему-то встретились с меня. И третье, я узнал, почему-то они эти люди приняли деятельное участие в том, чем я занимаюсь. Вот один из них. Так я еще могу показать. Я как-то зашел, а там небольшой сапонтуйщик в краевом суде. Сидят там мэр Ворона, прокурор Край, генерал-мутинант Парасовский. Краевой суд, я Пушков Питер Иванович. Проценка юстиции генерал-мутинант тоже. А у них на столе кто-то. Краевой суд. А мы только о вас не говорили. У вас свободный ход был тогда к нему. Только о вас говорили. Я говорю, а что говорили? Более счастливый человек вы не встречали. Я говорю, а по чем вы определились? Вы делаете то, что вам нравится. А я говорю, в пачке лежат уголовные дела. Я каждый день смотрю. Мне это вот так не надо. То есть я делаю то, что мне нравится. Притом я вывод взял, что судьей должен быть только верующий. Не важно кто он будет, буддист, мусульманин, баптист, православный. Чтобы он знал, что за нехорошие дела, он, судья, будет отвечать за суде Божьим. Это последняя инстанция, перед которой президент должен наклонить голову. И когда судьи берут взятки и прочее, это все, конец. И поэтому с судьями мы... Я особенно много с ними беседовал и разговаривал. Я в милиции, сколько? Пять отделов милиции в Барнароле. Городское воды, краевое. Я лет 15 вел с ними занятия. Начальник УВД, как в милиции, стал тише себя вести. В тюрьме я помогал, где сколько тут? 18 лет. Я преподавал тут в всех институтах, в университетах, во всех техникумах. В 13 школах. Это все бесплатно. А почему Бог дает? Дает это, и мы делимся. А хорошее или плохое, вот это быстро посмотри, задавай. Все. Здесь есть дети, которые никогда не слышали о Боге. А как с ним обращать? Вот эту девушку, вот видно она идет. Вон она еще там, в лотке, которая сидит. Как она попала? Она едет в автобус. А до этого была у крышлоидом. До этого была у нас еще одна. И вдруг она слышит, разговаривает две вот такие сестры и говорят. О Боге, о занятиях. Они, я в АГТУ, 17 лет делал занятия. А она спрашивает. Одна вышла, одна когда осталась. Она говорит, а мы откуда идем в эти занятия? И сказали, где. И она пришла на себя. Когда она пришла, я ничего не знаю. Она потом напишет. Я измучивалась, она ищущая душа такая. И она только входит в дверь, а в АГТУ, 4,5 аудитория. И кто-то встал, перешел на сзади, а она прямо напротив меня села. Я говорю, сейчас помню, о чем вы говорили. Я говорила в последнее время, там, Матфея, 24 глава. И вдруг вы, говорит, перестали говорить. Мы меня посмотрели и стали отвечать на мои вопросы. У меня семь вопросов в том порядке, в котором они стояли. Ну, меня обвиняли. Ушил 100% нигде не учился. А Господь делает так. И все вопросы разрешились. Она вот приехала, потеряла. Отвечали, а теперь она вот. Да. Спасибо. Храни рассказы. Хорошо, можем брать. Да. У меня еще один день. Подарки на ряду. Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Это подарки на Ряду Ильичу от автора Валопоева. Замечательного фотографа. Тут только свет слабый вообще. Вот это я стою. Крест, да, молодой. Это вот как раз Валентина Романовна. Это вот отсюда, там где-то поля, вот там вот трасса идет, она ровно идет, это на 1-й мостик. Всё. Я бы мог вам музыку дать? Да. Не нужно? Мне не надо. У нас очень богатый интернет. 200 тысяч, чтобы кто-то писал наше просьбу. Так столько вы найдете, приседаясь, очень и очень богатый. Вот это фотография, вот она, которую я сделал в Панке, да, вообще. И на той стороне, там написано gmail.ru и всё. Какие, я этим удавал? Нет. Нет. Это можно вот только за 350 рублей. А, тогда не надо положить. Он медал уже. Ну да, он кому нужно. Всё, пойдемте. А мы сейчас в свете вонли. 350 рублей. Это да, художник. Кого продают, это его. Все фотографии есть. Александр Балатный. Он продает, да? Да, 350 рублей. Я думаю, почему всё бесплатно? Я думаю, что-то тут... Нет, не может. Это да. Это да. Валера. После крещения, счастливый какой. Валера. Ветер как подумал, надо его, да? Всё, пойдем, блядь. Сёстры, пойдемте. Ну, возьми потом, бери одну, отдашь Тиховичу, а потом он передаст вам, бери, после отдать, она сама поделится. Так, сёстры, пошли. Я всё равно там показываю. А деньги жили? А деньги тогда куда отдавать-то? Вам деньги? А деньги вот куда? Нет, а можно взять папу, Инать Тиховичу. Мы там дома подальним? Нет, деньги сюда, иначе. Займи 350 рублей. Не можем сказать, пойдем. Пошли, быстро выходим. Фотография-то наша, наша фотография. Он мне уже дал, бери. Это наша фотография. Хорошо. Он сказал, когда надо возьмите. Привет, пап. Привет. 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 Там не так, какие-то колори. Не, не надо совсем укращен, но я подаляю пойду. Он сюда был, послушаемый. Альбомчик нам подарили. Мы попросили. Красивый. Видно? Измечательно. Так, Паков пойдем. Все дома сделаем, Володя. Заключаем. Пошли. Спрячь. Здесь здравствуйте. Стowią здесь. Заключаемый. Ну так, Медланд橋, скажем по телефону проходит